друзья приветствую вас на своем канале сегодня хочу предложить вам видео на тему какие растения больше не посажу в своем саду расскажу о своем небольшом опыте по выращиванию этих растений расскажу какие растения не прижились моем саду и с какими я не подружилась также в этом видео покажу обрезку то есть мараг покажу результаты черенкования хвойных растений которыми я занималась весной делала первый раз покажу результаты которые у меня получились начали видео хочу показать вам новые мои посадки в кашпо растут вот такие два хвойных я посадила вот в такие серые высокие горшки к сожалению название этих войных не знаю но растут они у нас уже давно в саду росли они в миксбордере с другими растениями сейчас покажу где они были высажены за четыре пять лет они выросли всего примерно на 5-7 сантиметров это какой-то карликовый сорт я так думаю и другие растения декоративные начали их подавлять и мы решили их пересадить в кашпо мне нравится как они выглядят в этих кашпо смотрится как маленький бонсай здесь я к ним подсадила еще в ноги хаю тюни почвопокровник эта посадка сделана всего наверное недели две назад надеюсь что они хорошо будут зимовать и дальше украшать вход в дом росли когда-то они вот здесь вот вот в этом узком миксбордере садовой геранию с голубой елью с цугой росли вы здесь вот с краешку и садовая герань практически их подавила но раз я затронула тему посадка хвойных кашпо или в вазоны то расскажу о своем опыте выращивания у меня был не очень удачный опыт выращивания хвойных в кашпо так как по незнанию я посадила в большое кашпо тую шаровидную первое время пока она была маленькая росла очень красиво росла очень хорошо чувствовала себя тоже хорошо ну затем когда она освоила ком земли расти дальше было некуда и туя стала чувствовать себя подавлено и выглядеть некрасиво туя шаровидная росла вот в таком кашпо в этом где сейчас растет бархатец тонколистный были два таких кашпо точно также они стояли у входа в дом где-то на старых видео у меня даже остались эти кадры и когда туя стала себя плохо чувствовать и выглядеть не очень мы решили пересадить просто в землю так что не все хвойные можно выращивать в кашпо нужно конечно изучать информацию и выбирать карликовые сорта которые подходят для выращивания в горшках в озонах и в кашпо вот эта туя шаровидная которая росла в кашпо еще в прошлом году она прекрасно себя чувствует и растет просто на земле и еще одна туя такая же растет рядышком а вот вторая туя которая тоже росла в кашпо сейчас выглядит тоже замечательно конечно когда мы высаживаем какие-то растения в кашпо декоративные то нужно следить за поливом самое главное чтобы земля не пересохла и растения не погибла моем саду не так много можжевельников не очень них почему-то люблю не очень они у меня красиво смотрелись на моих клумбах миксбордер ах перед вами вот идет вот это вот полоска такой узкий миксбордер где растет туя тэдди западная между туями вы видите вот такое расстояние здесь когда-то рос можжевельник китайский ну и такое небольшое деревце хвойное которое мы высадили вместе чередуя стоя западной смотрелось неплохо но этот можжевельник китайский весной очень сильно подгорал и выглядел долгое время не очень декоративно и мы отсюда его выкопали и убрали потому что можжевельник восстанавливался очень долго и смотрелось это некрасиво мне нравится вот такие стелющиеся можжевельники которые вот так вот закрывают в этом миксбордере землю есть у меня вот такой зеленый и вот такой вот голубой растет в подножье горной сосны в моем саду есть разные можжевельники они растут в миксе в подножье других хвойных растений ну скажу вам честно я небольшой фанат вот таких вот можжевельников смотрятся они конечно в посадках неплохо саду моем они присутствуют муж занимается стрижкой формировка их миксбордер у забора состоит из туи западной сосны из леса и также в подножье у них посажены разнообразные можжевельники они разные есть по цвету название многих растений сортов я не знаю так как я не коллекционер не собираюсь их продавать высаживали просто для себя меня просили показать как мы формируем ту и западную здесь она у нас прикрывает забор озеленяет вот такая зеленая стена я специально попросила мужа обрезать одну тую чтобы показать вам как мы их формируем обрезаем у них немножко макушки они все растут разные хоть посажена в одно время по высоте разные обрезаем и макушки чтоб они немножко росли шире немножко распушились этим то им макушки мы обрезали весной и сейчас немножко обрежем осенью много обрезать не нужно перед вами сейчас три туи две которые по краям они не обрезаны у них вот такие вот выросли за лето макушки не очень густые а туя которая в середине макушка подрезана я сказала где-то сантиметров 15-20 секатором просто обрезали и все так будут обрезаны потом все туи но вот с этого ракурса видно что у первой туи макушка не обрезана а у 2 обрезана и можно понять на какую высоту она обрезана то есть главное не обрезать слишком много у нас есть две сосны из леса а под ними растут грибы съедобные это маслята вот такая великолепная семейка выросла вот еще своем саду можно не ходя в лес собирать грибы каждый год вырастают вот такие замечательные грибы растут в моем саду еще одно я считаю прекрасное красивое декоративное растение куст это кустарник лапчатка он у меня присутствует саду несколько есть экземпляров было очень у меня много лапчатки большая часть погибла в этом году и ближайшее время мы не планируем пополнять коллекцию наших лапчаток вот то что осталось пусть и будет погибли они без всяких видимых причин росли практически в одном месте лапчатка была у нас и розовая и белая красная и вот такая лимонного цвета то есть вот у меня в моем саду так получилось что опыт по выращиванию лапчатки был не очень удачный и естественно что больше покупать и где-то высаживать ее в саду не очень хочется есть еще одна лапчатка нежно-розовая два куста в общем я сейчас посчитала из десяти кустов которые у нас были лапчатки осталось у нас три вот две нежно-розовых и одна желтая ну а так этот кустарник конечно долго декоративный красивый замечательный ну вот моем саду почему-то не прижилось это растение растение от которых я избавилась своем саду больше никогда не посажу это физостегия когда-то заказала ее в интернете у меня было две расцветки белая и сиреневая растение конечно очень декоративная но потом я поняла что она жуткий захватчик у нее корневище похоже на сныть и пырей если вы захотите избавиться от нее это будет потом не так то просто в том месте где росла физостегия на клумбе я долгое время не могла избавиться от ее поросли так что в моем саду был неудачный опыт по выращиванию физостегии она мне не очень понравилась конечно как декоративное растение она очень красивая в этом году первый раз пробовала черенговать хвойные черенковала тую брабант и тую смаракт меня было на черенкова на 10 вот таких вот стаканов из 10 стаканов корешки и хорошо прижились только три стаканчика две туи брабант и 1 смаракт мой первый опыт по черенкованию туй оказался удачным пусть из десяти растений всего три но для первого раза я считаю это нормально мастер класс как черенковать туи я конечно же смотрела в интернете вот такая корневая система хорошая уже образовалась у туи брабант нужно будет ее пересадить более большой горшок а затем эти растения будут высажены в моем саду наш сад мы начали создавать 6 лет назад с нуля опыта по выращиванию каких-либо растений до этого у нас не было никаких курсов я не заканчивала все делала по своему вкусу сад клумбы все потихонечку еще формируется какие-то растения приходят новые в сад какие-то уходят сегодня я в этом видео поделилась с вами какие растения не подошли для моего сада с какими я не подружилась спасибо вам за просмотр и до встречи на моем канале